Четвертый том добротолюбия, страница 618, святого Феодора студита наставления монахам, глава 319. Желанием желаю всегда преподать вам слово утешения и назидания, и пользуясь для этого всяким случаем. И ныне слыша, что в Вифинии случилось нечто необыкновенное, отсюда возьму предмет слова для вас. Что же такое случилось? Говорят, что там не один, но два или три леопарда появились внезапно и похищают ни волов, ни овец и ни других животных, но одних людей. Так что жители тамошние великим, пораженные страхом, запираются в домах на всю ночь до самого расцвета. Такое бедствие явно и есть доказательство гнева Божия. Но я скажу вам, почему особенно заняла меня весть это, потому что и у нас есть много зверей, зверей лютых, разумеет духов злобы. Злой зверь гнев, злой зверь похоть, злой зверь зависть, злой зверь тщеславие, злые звери и все другие страсти, которые не только ночью, но и днем дерзко нападают, устремляясь похитить душу в пищу себе. Почему блаженный апостол Петр повелевает, трезвитесь, бодрствуйте, потому что супостат ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И святой Давид молится, да никогда похитит, как лев душу мою, несущий, не имеющий избавителя и никого спасающего. Что же нам делать при этом? Что другое, как в крови Бога Небесного во дворясье? И держать себя внутрь, не развлекаясь блужданиями чувств. Ибо когда глаз носится туда и сюда, ухо принимает тлетворные слухи, уста произносят неподобные слова. И ум вдается в неуместные помышления, тогда душа блуждает, будто по пустынным местам. И легко делается добыча из зверей. Сие ныне пострадал и бедный Мемнон, звероловлен бы в дьяволом, коего не одежду окровавленную зрю я, как древле патриарх Яков, одежду Иосифа, сына своего. Но самую душу его мечом греха умерщвленную. Ибо грех есть матерь смерти. Грех праоса нашего Адама бессмертного по благодати садял смертным. Грех общую на мир навел погибель водою. Грех попалил Содом и Гоморру, и грады окрест их. Грех и ныне всякого зачинающего его предает вечной смерти. Да бежим же от него, как от огня. Ибо лучше попасть в огонь, под удары меча, в зубы зверей, нежели в руки пагубных страстей. Отчего же пал поименованный бедный брат наш? Ни отчего другого, как от того, что отособлялся от всех. Ибо не ложно слово истины, изрекающее горе таковому. Потому что, когда падет он, то не будет второго воздвигнуть его. Икрися 4.10. Чего страшась, я смиренно не переставал, твердите ему, как другим и теперь твержу. Никто не оставайся один с собой, никто не люби прохаживаться один. Никто не блаждай туда и сюда без дела. Никто не будь один на один с женщинами. Отчего, как огонь загорается худое любление. Сын послушания внимает этому, повинуется и спасается о Господе. Сын же непокоривый, живой, уловляется от дьявола и предается смерти. В крови этого бедного, хотя я неповинным себя предоставляю, я, потому что не молчал, но предсказывал грядущий на него меч. Однако плачу и рыдаю, как о собственном своем члене. Но, возлюбленная, имея нечто укорительное сказать и вам, что такое, в деяниях святых апостолов написано. Бысть, как к трем часам минувшим, после того, как умер и погребен был Ананя, и жена ее Сапфира, не ведая бывшего, вошла, не узнала, хотя дело то происходило явно, и народу при том было много, потому что там во всем царствовало благочинение и страх Божий, и все держали осмотрительную осторожность. А у нас здесь за несколько дней прежде я сказал мне что по секрету, и тотчас слово это разнеслось отсюда в Константинополь, а оттуда в бруссу, и тесно мне от обоюду. И когда говорю, и когда не говорю, когда говорю, потому что выносы бывают того, что не должно быть выносимо наружу, а когда не говорю, тогда не знаю, как лучше поступить, не пользуясь советами других. И зачем это мы так, невоздержанный язык? Зачем прежде времени сами себя ввергаем в беды? Не знак это искренних учеников, а скорее лиц враждебных. И прошу вас, перестаньте подвергать себя такому сраму. Но от селия да будет у нас обуздание языка, благочиния, страх Божий во всем порядок, да по воле Божией пожившие, всячески Ему угодившие, саделаемся наследниками вечных благ. 320. Иные, иными повествованиями услаждаются и хвалятся. Военные о воинских делах, плосы о морских, землевельца о землеобработанных, другими занимающиеся мастерствами и искусствами, о том, что относится к ним, и общее сказать, нет никого, кто бы не услаждался делами своего звания. Нам же радостны сказания не о таких вещах, ибо наше все не плотяно, но относится ко спасению души, к угождению Богу, к представлению от селия, к водворению там. И, как говорит апостол, «Велика суть истина, что честно, что правильно, что причисто, что прелюбезно, что доброхвально, всякая добродетель, о том похвала. Вот предметы для наших бесед, равно как для забот и попечений. И может ли быть, что радостнее этого и блажения? Это может всякий вид из того, каков конец тех и других вещей. Тех вещей, как начало, так и конец, не заходит за пределы века сего, а наших и начало из другого высшего мира, и конец за пределами его бесконечный и вечный. Ибо существо их есть добродетель, которая творящих ее соделывает богами. Ибо истинен, Рекши, я сказал, вы, Боги и Сына Всевышнего, все вы. О, какой великой милости сподобились мы! Возрадуемся же пред Господом, воскликнем Богу, Спасителю нашему, предварим лицо Его во исповедание, во псалмах воскликнем Ему. Ибо избрал нас от начала ко спасению во святыни Духа и веры истины. Вне же и призвал нас через приятие схимы нашей, в получение славы Господа нашего Иисуса Христа. Будем же стоять в вере неуклонно, воспримем послушание неложное, сохраним целомудрие ненарушимым. Один у нас предмет возлюбления – жених Христос, красный добродой и боли сынов человеческих. Одно наследие – Царство Небесное, благо Вышнего Иерусалима. Плоти, кровь, богатство и слава, и вся суетность далеко до отступят от нас. Впрочем, пока мы во плоти, нам присуща брань, ибо не было бы и добродетели, если бы не было брани. Если случится нам быть плененными, чуждыми помыслами, поскорее воззовем себя к трезвению, более всего боясь греха делом, как яда смертоносного, и шага, далеко отревающего нас от Бога. Помыслы будем отражать помыслами и против вожделений, приведем вожделение, и это без лености и послабления. Целью демона, борющего неотступностью брани, вернуть нас в уныние и расслабление, чтобы мы отказались от противостояния ему. Но если мы пребудем непреклонны в противоборстве дьяволу, противостоя ему, чтобы не приходилось терпеть от того, то, несомненно, одержим над ним победу и получим победный венец, уготованный нам на небесах. Ибо брат Божий говорит, блажен человек, который претерпит искушение. Ибо искусен бы впримет венец жизни, который обещал Бог любящим его. Итак, радуйтесь о Господе, вы, несущие разное послушание, знаете, что в них для вас великая награда. Вы, занимающиеся учением, смотрите, не прогневайте тем Бога. Настал час работы, приступим к работе. Настал час учения, возьмемся за урок. Но если брат твой приступает к работе, а ты берешься за урок, то не путем любви шествуешь, но отчуждаешь себя от братства. Или не слышишь, что говорит апостол, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо во веки, чтобы не соблазнить брата моего. А ты не только соблазняешь брата своего, но и когда зовут тебя, не являешься, притворяя себя оправданием. И не помышляя о том, что действуя так, собираешь себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия. Но чтобы этого не случилось, послушаемся апостола, который говорит, все благообразное и по чину добывает. Во-первых, дела, а потом и учения. Будем взаимно друг другу помогать, как подобает святым, и друг за друга души полагать, как искренние братья, да и Бог прославится в нас. И мы, действуя во славу Его, наследниками соделаемся жизни вечной. 321. Когда, несомненно, предлежит нам смерть, это общая нам всем ефетимия. Когда с одной стороны есть надежда получить царствие небесное, а с другой грозит гиенна огненная. Уместно ли леность мне говорить, а вам слушать? Никак. Напротив, по этому самому то и другое надлежит всегда делать. И это тем более, чем более видим приближающимся день тот. Ибо непрестанно приближается последний день каждого человека, всякий час и всякую минуту. И страшно некое ожидание суда и огня, ревность готова пожрать противников, как говорит святой апостол. Не будем же лениться и не дадим себе ни одного дня истратить без дела и неразумно. Но будем всегда трезвиться и бодрствовать. Взыщем Бога, говоря псаломских, и жива будет душа наша. Как же взыскать Бога? Соблюдением заповедей Его по указанию блаженств евангельских, то есть смиренно мудрием, плачем, кротостью, чистотой сердца, миром и святынею. Такой их, когда достигнет взыскавший Бога, обретает Его. И обретший без страха бывает во время Исхода, не страшится демонов, не смущается от присутствия ангелов, приступая к ним, как к своим, и с радостью отходя к владыке своему, добрую спутницу, имея благую совесть. Неприготовленный же таким образом впадет в неотвратимые крайности, не имея к кому обратить очи и от кого взыскать помощи. Здесь скажем, к примеру, когда впадет кто в руки людей злых, или в волны моря, или в беду от землетрясения, или в другую какую крайность, не теряет надежды избавиться от того. А там отъята всякая надежда спасения, и никого нет, кто бы избавил и помог. Ни ангела, ни человека, ни отца, ни матери, ни брата, ни друга. Совершенно никого. И бедная душа в потрясающем ужасании, и раздирании сердца безутешно отходит отсюда, и там встречает то действительную истину, чего даже образно никакое слово представить не может. Ибо как благо, уготованное от Бога любящим его, так и противное тому, уготованное сынам противление, таковы, что ни око того не видало, ни ухо о том не слыхало, ни на сердце то не восходило. Почему прошу незабвенную иметь память о смерти, и то и умерщвлять члены земные, и исторгать любосластье из души, что нам и в этом плотолюбие, от коего никакой не получаем мы пользу, а одну только болезненную муку. Взглянем, если угодно, во гробы, и испытаем, какое там зловоние, такова всякая плоть, тлением зачинается, тлением и кончается. И всякая слава человеческая, как свет равный, одна только добродетель, неразрушима и неотъемлема. Возлюбили ее святые, благоугодили Богу, чего ради духи их на небесах во славе, а телеса прибежище нам на земле в знамениях и чудесах и силах. Как слово мое коснулось знамений, то помяну, что и ныне бывают знамения, как слышим. И не дивно, ибо благодать духа, как тогда действовал, так и ныне действует неоскудно. Однако ж не следует без разбора верить всему разносимому молвою, ибо написано, не всякому духу веруйте, но испытывайте духов, от Бога ли они, ибо многие лже-пророки вошли в мир, и многим еретикам и нарушителям заповедей божественных, как древней, так и ныне, по видам, в коей весь одно Божье промышление попускалось и попускается творить похожие на знамения дивности. Так что не следует таковыми увлекаться, но надлежит испытывать и истинные ли они ученики Господни, по тем признакам, которые предал нам Господь. Какие же это признаки? Вот, а всем, говорит, разумеют все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Словом же этим наученный апостол писал потом, если языками человеческими говорю и ангельскими о любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий, если имею пророчество и знаю все тайны и все разумение, если имею веры, так что могу в горы переставлять о любви не имею, то нет мне в том никакой пользы, если раздам все имение мое, если придам тело мое на сожжение о любви не имею, то какая мне польза есть, видите, какова высота любви, как царица какая есть она стоящая выше всех даров духа и отпасть никогда не может. Знамения же творящие иногда отпадают, ибо Господь говорит в Евангелии, многие скажут мне в день тот, Господи, Господи, не Твоим ли именем пророчество или не Твоим ли именем бесов изгоняли и Твоим ли именем силы многие сотворили? И тогда исповедую им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делатели беззакония. Как страшен такой ответ и как бедственно такое решение! Устремимся же к стяжании любви и союзниц и ее веры и надежды, более даров знамений да добре поживши в духе их призваны будем истинными учениками Господа признаны и наследуем Царство Небесное. 322 Дни наши как часы проходят, недели как дни, месяцы как недели, годы как месяцы. Так бежит время и с собой гонит всех к последнему дню явления Господа нашего Иисуса Христа, в который будут все нагие и объявлены перед очами Его. Как говорит Слово Божие, что же человек в суе метется, что царь уповает на золото и войско свое, что властелин хвалится стяжаниями и пастбищами, что богач надеется на богатство неверное, что столюбец погрязает в тени греховной, но лежит каждодневно плакать и горевать, и сколько сил есть очищать себя, прежде чем настанет осуждение смерти, чтобы избежать гнева грядущего на сынов противления. Сие же говоря языком писания, лико неведет, хулят, что же по естеству, как бессловесное животное знают, тем расклевают себя горе им, потому что идут путем каиновым и влезть валаамовы мзды устремляются и в пререкание кореевым погибают. Боюсь, как бы слово это, охуждая тех, не коснулось и вас, мнящих быть, что, ибо когда один, заботясь об отцовском наследстве, предпринимает дальние отлучки, другой, желая увеличить, а вметаемое тревожится, производит хлопоты и большие употребляет усилия, иной, чтобы приобрести то или это, действует любостяжательно, не по-монашески, то не заслуживают ли они такого же приговора, как и те, и те могут еще представить некое, хотя слабое оправдание своего поведения, так как на них лежит забота о жене и детях, вам же, распявшимся миру и в одном кресте имеющем все свое сокровище, какое остается извинение, не тягчайших ли мук достойны вы, действуя таким образом, ибо написано, сильные, сильно истязаны будут премудрощие шесть, и суд жесточайший преимущим бывает, и опять, ему же много дано, много истязано будет от него, сын человеческие, да коли те ж косерные, для чего будете любить суету и ищите лжи, изобретая резоны в защиту своих страстей, возрите на древние роды и увидите, кто веровал в Господа и постыдился, или кто прибыл в страхе его и был оставлен, или кто призывал и призрел его, Сирахов 2.10, Авраам, патриарх, не был ли присельником из своей земли по повелению Божию, и однако ж он сделался отцом многих народов, патриарх Иаков, не с одним ли жезлом сошел в Мессопотамию, и однако ж возвратился оттуда богатым, Иосиф, не на продажу ли отведен был в Египет, и однако сделался там равным царю, или я пророк гонимый из Авелию, не убежал ли даже без сумы, но однако ж был прокормлен вороном, блаженные апостолы не вышли ли на проповедь ни с чем и без оружия, но однако ж покорили всю вселенную, сами мы в прежние годы не потерпели ли гонений и расхищений, однако ж в отношении к нам вы должны признать обетования Божьи неложными, откуда же это зло и что за суетность такая, видно забыли мы о благодеяниях Божьих подобно древнему Израиле и искушаем Бога, как некоторые из них искушали, но что о них говорится, сорок лет негодовал я на народ тот и сказал, всегда заблуждаю сердцем, они не познали путей моих и опоклялся во гневе моем, что не войдут в покой мой смотрите, как бы и к нам то же самое не сказано было, за то, что оказываемся неблагодарными благодетелю, недовольствуясь тем, что есть у нас, от этого ноги наши не хотят здесь покоя, и мы блуждаем туда и сюда, от этого у нас суды между собой и споры, как у мирян, от этого мы любим жить в одиночку, а не с братом, а если и с братом, то притворно, ибо как имея спутницу и себе серебролюбие, может кто жить с братом в искреннем единодушии, никак, горе таковым неразумным, не о вас говорю это, братья мои, и не о тех, которые здесь и там живут боголепно, но о тех, которые худо и не по заповеди данной им живут, которых прошу начать наконец право ходить и сделать лучшими, да никто из нас не погибнет, но все да спасемся неразлучно, 323. Хотя много есть полезных сказаний, от которых душа приходит в умиление и сокрушение, но ни одно из них не имеет столько назидания, как весть о смерти, ибо смерть есть для нас страшное таинство, и когда слышим о ней, и когда помышляем, так как и ныне скончался честный старец, то необходимо сказать, хотя кратко что-либо в общее назидание, то самое, что он от юношества до глубокой старости работал господу в монашеском жительстве, достаточно и служит старству похвалою, потом то, что он был один из мужественных исповедников, взят был нечестивым львом и мучен довольно, трясоти ударами истерзали спину его и грудь, тычками и заушениями избили лисо его и выбили два зуба, после этого спустя несколько лет выпустили его из темницы и оставили свободным, он же опять обратился к прежнему своему образу жительства, именно к столпничеству и заключился в келью свою, в кое прожил в большой нужде тесноте до конца жизни своей и в мире предал дух свой Господу. Напрасно беззаконно вам нечестивый и гонитель, доблестный же борец взошел на небеса, украшенный венцом исповедничества. Мы же братья, что сотворим и что помыслим, сколько еще проживем времени, много ли или немного, и кто знает, что породит находящий день. Но пока примем урок, внушаемый смертью старца, ибо что видели мы в нем, тоже немного спустя будет и с нами, ибо никого нет, кто бы переступил заположенный ему предел смерти. Не будем же никогда забывать о смерти, чтобы не восхитила нас смерть вечная. Не станем любить нынешний век, чтобы не вступить во вражду к Богу, ибо написано, кто хочет другом быть миру, тот становится врагом Богу. Или не знаете, что любовь к миру этому не дает душе с вожделением отнестись к исходу из тела, ибо как Израиль стремился освободиться от рабства египетского и войти в землю обетованную, так и нам надо усиленно желать освободиться от работы тления и в теле этом, и войти во внутреннейшие завесы, куда притечет до нас вошел Иисус, то есть сокровищницу благ Вышнего Иерусалима. Возненавидим же суетность мира, стяжем добродетелей превожделенно, обогатимся божественными куплями, молитвами, слезами, очищением, просвещением, бесстрастием, которое суть напутствия в вечную жизнь. Объедели, питьи, об одежде и всем другом потребном для тела настолько будем заботиться, сколько нужно, чтобы жить и работать по заповедям Божьим. Если так будем проводить время, то у нас всякий день будет праздник, всякий день торжество, и пусть неисчетное множество прискорбностей найдет на нас, ничто невозможно омрачить благой совести нашей, если же напротив злобе и зависти в жестокосердии и всяком лукавстве будем жить, то, увы, у нас каждодневно будет смерть и прежде суда, суд и осуждение, потом придет смерть, как лев какой рыкающий, и как терпит бедная душа вечную бедственность свою, ибо написано время начать суду с дома Божия, если же прежде нас, то какова кончина протеющимся Божией Евангелии, если праведник едва спасется, то нечестивый и греш нигде явится, будем Господнем всегда опасливы и бодренны, всегда мужественны и непреложны, избыточествующие в деле Господнем всегда, зная, что труд наш не тщетен пред Господом. А братья же Сократе знаете, что он пришел с востока, исполняя послушание свое, извиняясь в замедлении. Его мы хотели оставить здесь, как брата искусного, но поскольку написано блажен, кто имеет семя в Сионе и родных в Иерусалиме, то мы рассудили опять возвратить его туда же, в чай через него получить милость. И радоваться должны мы, что один из нашего братства во святом Сионе матери всех церквей поставлен во Иерее тамошним святейшим патриархом. Благий Бог и его и нас да сохранит исполнить всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа. 324 Возмогайте в Господе и в державе крепости его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было противостать против козни дьявола, потому что он не спит, но всегда бодренно стоит против нас и тем настойчивее, когда видит души, мужественно подвязающиеся против него. Итак, когда он наступит на нас, наступает же он и день и ночь, станем против него бодренно, прибегши к могущему, спасти нас от смерти греховной, с прилежной молитвой и теплыми слезами, и враг скоро убежит, и во салмах говорится, призови меня в день скорби твоей, и исхищу тебя, и прославишь меня. Уранил враг, но Господь уврачует, смутил тот, но сказавший морю замолчи перестань, и наступила тишина великая, утишит и волнующиеся в нас помыслы, и сколь велико Божия благодетельность, не успеем мы призвать его, как он благий, уже близ есть, с милостью, щедротами, дает молитву молящемуся, рассеивает облако печали, и через благие помыслы светом исполняет сердце, и чего-чего не делает он для нас, впрочем, этому иначе и быть нельзя, ибо если он себя самого предал за нас даже до смерти, смерти же крестной, то как после этого и все нам не дарствует, поэтому пребудем постоянны во вседушном работании ему, будем скоро восставлять себя от случайных падений и усердно тищи на поприще подвижничества, зная, что в конце подвигов готовы венцы, будем пользоваться наиболее исповеданием, потому что исповедание есть узда против грехопадений, будем хранить смиренно мудрее, потому что им сокрушаются все стрелы лукаво разжженные, будем блюсти веру, потому что без веры невозможно угодить Богу, дивиться может быть иной и изумляется, как мы, несмотря на то, что так усердно подвязаемся, уловляем и бываем неуместными помыслами, но это страждим мы по причине преступлений водами, спали мы в нем, и сестра наша крайне заболела сластолюбием, но потом в силу пришествия Христова через воплощение в бане паки бытия и обновление Святого Духа, приемля крепость, снова стекает оно в первобытное состояние, но поскольку заболел однажды научилось оно болеть, то при невнимании легко поскользается она на сласть греховную. Впрочем, святые мужи так укрепляли себя страхом Божьим и любовью к Богу, что не только сами для себя были довольны к устоянию в непоколебимости, но и другим подавали руку помощи, изгоняли бесов и множество других чудес совершали. Им, хотя мы далеко отстоим от их жительства по силе нашей, постараемся подражать. И благий Бог наш приимет мало это наше приношение, как принимает великие тех добрые дела и вместе с ними удостоит нас царствия своего. 325 Обычным путешествующим возбуждать друг друга и поощрять к продолжению пути, не уклоняясь ни налево, ни направо, но царским шествуя путем. И не только это, но и чтобы умеренно есть и пить и спать, чтобы соразмерностью диеты легчайшими соделать для нас трудности путешествия. На что наводит этот пример, вы, конечно, и сами видите. Именно, что и мы, путешественники в этой жизни, совершающие течение ее, исполнены бесчисленных затруднений, что и мы должны друг друга утешать и воодушевлять в подвигах, вступать незаблудно, воздержанно быть в пище, питье и сне, чтобы, обременяясь ими, не сделаться ленивейшими к дальнейшему шествию и не возвратиться к приятностям здешней жизни. Так как и обыкновенные путешественники не возвращаются вспять и не уклоняются туда или сюда, но одного держатся направления, стремясь достигнуть назначенного для отдыха места. О, сколь прекрасно место нашего упокоения, и коль блаженно пребывание там, оно не временно, а вечно, и полно нетленных, а нетленных благ, где радование, мир и непрестанный праздник. Господь в Евангелии вот что говорит об этом. В доме Отца моего обителей много. Если бы не так, то я сказал бы вам, иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю место вам, снова приду и возьму вас к себе, да где я и вы будете, а куда я иду, знаете вы и путь знаете. Видишь, какое неизреченное и недомыслимое обетование. Кто же не восстанет, кто не потечет, кто не возжелает достигнуть вечных тех обителей. Их возжелавы, блаженный Давид, воспел, коль возлюблены селенья твои, Господи, сил.